МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите экстренный выпуск программы Республика в студии Татьяны Молокова. Сегодня в 5 утра в Цивильском районе на третьем этаже трехэтажного панельного 18-квартирного дома произошел взрыв бытового газа. С места происшествия только что вернулась наша съемочная группа с подробностями Дмитрий Ковалев. В 5 часов утра в многоквартирном доме деревни Тувси в это время находилось более 40 человек. Очевидцы вспоминают сильный хлопок. От взрыва даже стены пошли ходуном. Проснулся от того, что шум, грохот. Проснулся, что-то шумит от холода. Думал сон, глаза открываю, смотрю, надо мной пельта. Встаю, как раз мать подбежала с фонариком. Смотрю, уже улица виднеется, все там. Винилась, спасибо. Сами-то как попались? У меня мать светела, я еле-еле ползком выбрался оттуда. Братишку включал, там Сашкину, смотрю, мать светела, он под завалами. Последствия оказались ужасными. Была разрушена часть дома. Обрушились бетонные блоки. Четыре человека оказались под завалами. Позже двоих из них передали в руки к медикам. Женщину и 16-летнего подростка спасти уже не удалось. Представители газовой службы говорят, что да, в этом доме было индивидуальное отопление в каждой квартире, но именно в той квартире, в которой произошел взрыв, по предварительным данным, индивидуального отопления, официального подключения не было произведено. И говорят, что хозяин отапливал свою квартиру при помощи духовки, газовой духовки. Предварительная версия – произошла утечка газа. В это время в одной из пострадавших квартир мужчина закурил сигарету. Первая помощь прибыла уже через несколько минут. Сейчас завалы разгребают и спасатели из других регионов. Всего на месте работают более 300 человек, в том числе и кинологи. В одном месте собака показывает, что как бы может находиться человек, хотя все установлены, кто был, даже в гостях и не в гостях. Их прописано 36, находилось 44 человека. Продолжаем работу по всевероятности. Это может быть кровь одного из пострадавших. Но работа продолжается, чтобы мы обладали полной ситуацией в полном объеме. И сейчас будем продолжать разбор завалов. И по всевероятности сейчас подъезжает глава республики, будем определяться по дальнейшей судьбе этого дома. По всевероятности он подлежит сносу. Территория полностью отцеплена. Всю ночь здесь будут дежурить сотрудники полиции. Людям, которые остались без крова, на время предложили расселиться в местной школе. Медрик Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Сегодня свой первый комментарий дал глава Чуваши Михаил Игнатьев. Все службы сработали очень оперативно, без сбоев, люди эвакуированы. Из 44 человек, которые там проживали, 40 практически все живы-здоровы, вовремя были эвакуированы, размещены в детские сады и в школы. 4 человека пострадавшие. Два из них в больнице находятся средней тяжести, но нормальные, они выживут. Одна женщина скончалась и юноша 17 или 18 лет. Поэтому там есть вопросы обеспечения газом в соседних домах. Сейчас времянка будет прокладывать. Но мы меры примем, соответствующие согласно действия законодательства и по оказанию материальной помощи. В Цивельске завершилось рабочее совещание. Там работала и наша съемочная группа. Елена Гальперина по телефону. На экстренном совещании с министрами и местными руководителями глава Чуваши Михаил Игнатьев озвучил несколько решений. Если кратко, то первое, всем семьям погибших, а их, к сожалению, двое, будет выплатена материальная помощь по одному миллиону рублей. Второе, предусмотрено также оказание финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости. Все жители пострадавшего дома будут обеспечены жильем в самое ближайшее время. Сейчас рассматриваются различные варианты. Дом восстановлению не подлежит, строение будет разобрано, а на его месте обещают к 1 октября построить новый дом. Глава Чуваши Михаил Игнатьев также удостоверился, что горячим питанием обеспечены не только жильцы пострадавшего дома, а спасатели, работающие на разборе завала. Газоснабжение в ближайших домах будет восстановлено к вечеру сегодняшнего дня. Более подробно о том, какие меры нужно предпринять, чтобы помочь пострадавшим и первые выводы комиссии смотрите в нашем вечернем выпуске. Я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова